Очень важным фактором является утолщение толщины стеночки вашего сосуда, который хорошо виден на ультразвуке. Называется комплекс интимом медиа. Когда он начинает расти, начинает расти бляшка. Это фактор риска развития инфаркта. Когда известно, что у вас или у ваших ближайших родственников была ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, дислепидемия и нарушенная генетика, когда болеют и родители, и дети. Вот такой анамнез или такие факты, они говорят о том, что у вас тоже повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме всего прочего, есть такой белок, С-реактивный белок, который показывает наличие воспаления в сосудах и часто под бляшками, что является также причиной быстрого развития. И, конечно же, дисфункция эндотелия в ваших сосудах. Это слой сосуда, который выстилается изнутри и он фактически управляет вашим сосудом. Следующий слайд, пожалуйста. Следующим причиной или фактором риска является алкоголь. Как вы думаете, если оценивать пьющих, много пьющих людей, мало пьющих людей, не пьющих людей, какой наибольший риск у какой группы? Совершенно верно. Прежде всего, у очень много пьющих людей и абсолютно не пьющих. Но алкоголь вреден у тех людей, у которых есть некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Но если вы абсолютно здоровы, то умеренное употребление напитков, которые не содержат сахаров, а это красное сухое вино, это в умеренном количестве, это водка, виски, но имеется в виду 40 грамм, не более 40 грамм в сутки, не приводит к отрицательным эффектам и даже обладает положительным эффектом в повышении вашего защитного хорошего холестерина. Но рекомендовать это у нас в России, учитывая, что у нас очень много пьющих людей, к сожалению, мы врачи не можем. Но вы должны знать, что в Европе, вот эти европейские постулаты, они такие существуют. Особенно в таких странах, как Франция, где очень высокая культура употребления спиртных напитков, где человек может ограничиться фужером сухого вина на протяжении суток и выпить полфужера вина во время обеда. Кроме этого, недостаток двигательной активности также приводит к развитию атеросклероза. Снижение витамина D, принадлежность к мужскому полу и небезопасный секс. Следующий следует. Принадлежность к мужскому полу и небезопасный секс.